В эфире телеканала СВОЁТВ программа «Актуальное интервью» в студии Алена Евдокимова. Здравствуйте! В Ставропольском крае с этого года расширяют государственную сеть социальных аптек Ставропольформации, а также повышают экономическую эффективность этих предприятий. Какие меры для этого принимаются, что уже сделано в текущем году, и какие планы развития рецептурных производственных отделов в Ставропольских аптеках, нам расскажет Наталья Литвиненко, директор Ставропольформации. Наталья Николаевна, здравствуйте! Здравствуйте! Рада вас приветствовать! Ну, давайте для начала всё-таки проясним задачи и функции Ставропольформации, потому что всё-таки не все знакомы с предприятием. Да, очень приятно снова очутиться у вас в гостях. Хочу сказать, что у нас три основных направления деятельности нашего предприятия. Это оптовая торговля лекарственными препаратами, в том числе наркотическими и психотропными средствами. Хочу сказать, что мы единственное предприятие в крае, которое имеет лицензию на осуществление торговли наркотическими средствами. Также это сеть розничных аптек и оказание услуг по приёмке, хранению и доставки в аптечные сети льготных препаратов по льготным программам жителей нашего края. Вот уточнение, абсолютно все аптеки входят в ваше ведомство, скажем так, или же определённые сети? У нас сеть государственных аптек. Мы не коммерческая организация, мы государственная сеть. Хорошо. Какая же организационная структура Ставропольформации? Тогда вот так разберём. У нас большой оптовый склад. Он находится на территории города Ставрополя, на Кулакова. Также мы представлены широкой розничной сетью. Сейчас у нас 86 аптек и аптечных пунктов. 1 апреля завершилась реорганизация губ Ставропольского края социальная аптека. И мы приросли ещё 5 аптеками. 4 аптечных пункта в лечебных учреждениях города и 1 большая аптека, которая находится на улице Артёма. Все вы её знаете. В дальнейшем мы планируем расширение государственной аптечной сети. К концу года планируем, что у нас будет уже 94 аптеки. Хочу сказать, что 60 аптек у нас находятся в сельских населённых пунктах. И из них более половины, более 30 аптечных пунктов находятся в населённых пунктах, которые имеют численность проживающих от 500 до 2000 человек. Поэтому ещё раз хочется сказать, что государственные аптечные сети – это не про коммерцию. Ни одна коммерческая структура не зайдёт в населённый пункт, где проживают тысячу человек. Потому что здесь речь не про прибыль. Знаете, как я пришла в фармацею из медицины, как медицинские работники считают, что медицинская деятельность – это не медицинская услуга, это медицинская помощь. Да, зачастую сохраняющая здоровье, зачастую сохраняющая жизнь. Поэтому хочу сказать, что также считается у фармработников, что аптека – это не торговая точка. Торговать можно булочкой, молоком, яблоком, холодильником. А мы обеспечиваем лекарственными препаратами. И первостольники очень у нас любят говорить, я не торгую, я обеспечиваю лекарством. Именно поэтому можно сказать, что аптеки социальны именно, правильно я понимаю? Или почему именно социальны? Да, как раз, знаете, по двум направлениям. Почему социальны? Потому что находимся там, куда не приходят коммерсанты, потому что это не про прибыль. И почему ещё? Потому что мы оказываем хранение, обеспечение через нашу аптечную сеть льготными препаратами. Это тоже больше социальная функция. Понятно теперь. В текущем году какие приоритетные направления работы? Мы будем развиваться. Развивать будем розничную сеть. Развивать будем у нас оптовую торговлю. У нас принят 444-й федеральный закон, который внёс изменения в 44-й федеральный закон о закупках товаров, работ, услуг для государственных нужд. Что он нам даёт? Он даёт возможность ГУПам и акционерным обществам со стопроцентным государственным капиталом быть единственным поставщиком для лечебных учреждений. К чему это приведёт? Приведёт к централизации. Централизация всегда приведёт к экономии бюджетных средств. Возникают вопросы, как этот закон соизмеряется с конкуренцией. Но изменения не обязывают лечебные учреждения закупать у ГУПов лекарственные препараты, а дают возможность, минуя какие-то конкурсные процедуры, закупать у единственного поставщика. Помимо экономии бюджетных денежных средств, это также сокращает сроки доставки в лечебные учреждения, лекарственных препаратов, каких-то медицинских изделий. Потому что аукционная процедура занимает минимум 29 дней. Это минимум в лучшем случае. А вообще бывает затягивается, что и на 2 месяца. Тогда как у единственного поставщика можно купить за 3 дня при наличии препарата на складе. Кроме того, сокращается дефектура. То есть, если мы быстрее закупим у производителя, мы быстрее доставим в лечебное учреждение. Ну и также, что нам это дает? Вырастет объем оптовой торговли, и мы будем иметь возможность, минуя каких-то оптовых посредников, выходить на производителей, заключать с ними прямые договоры, увеличивать объемы на край, и в связи с этим, опять же, приведет к экономии бюджетных денежных средств. То есть, сплошные плюсы. Исходя из этого, возможно, что в скором времени все больницы, все, в принципе, медучреждения, перейдут именно на вот такой вид закупки. Ну, будем надеяться. А как давно, в принципе, принято это постановление? Закон принят в прошлом году, но начнет он работать только с 1 июля этого года. То есть, пока как он себя правил, мы не можем говорить, да? Да, хочется также сказать, что Думой Ставропольского края принят закон 2 апреля, наделяющий нас правом быть единственным поставщиком для лечебных учреждений и органов управления по закупке наркотических, психотропных средств и дезинфицирующих средств, а также по их хранению и доставке. Что нам это дает? Также здесь экономии нету, потому что в наркотических препаратах установлена отпускная цена производителя, установлена оптовая надбавка. Экономии не будет. Но будет экономия ресурсов трудовых, когда в лечебном учреждении не будет контрактная служба отвлекаться на проведение конкурсной процедуры. Мы же по факту и так являемся единственным поставщиком наркотических средств. То есть сократится время доставки, опять же, как я сказала, сократится дефектура. По квотам, которые разрабатываются в начале года Министерством здравоохранения субъекта и утверждаются в Минпромторге, устанавливаются квоты. По квотам мы закупаем, и потом мы продаем в оптичные сети или в лечебные учреждения. Так вот, бывает, когда дефектура, когда нет на заводе, выбрано всё. То есть мы опять будем иметь возможность быстрее отреагировать на дефектуру. Появился лекарственный препарат, мы его закупили, быстрее доставили в лечебное учреждение. Ну, а по дезинфицирующим средствам. Мы сейчас работаем с несколькими производителями, производителями, расположенными в нескольких субъектах Российской Федерации. Мы закупили у них какие-то препараты. И имеем возможность также в ускоренном режиме продать их в цене, которая дешевле рынка, продать их лечебным учреждениям. Как раз говоря об экономической эффективности, о которой сейчас сказали. Помимо того, что это сокращает сроки на доставку, также это улучшает сам процесс. Совсем недавно с визитом к вам приезжали, чтобы проверить, как же реализуются мероприятия. Можем ли мы сейчас озвучить, какие же именно мероприятия проводились для экономической эффективности ваших предприятий? Были приняты перечень мероприятий по оздоровлению нашей финансовой ситуации. К нам 2 апреля приезжали с выездным заседанием депутаты Ставропольской думы. Во главе с первым заместителем председателя думы Гончаровым Виктором Ивановичем были два комитета. Это комитет по экономическому развитию и собственности во главе с Белым Юрием Васильевичем и комитет Думы Ставропольского края по социальной политике и здравоохранению во главе с Муравьевой Валентиной Николаевной. Показали мы свое предприятие. У нас огромное предприятие, 15 тысяч квадратных метров. Из них под складами занято более 11 тысяч. То есть возможности у нас есть и хранить, и закупать, и потом доставлять. У нас есть свой гараж, логистикой мы также занимаемся. Например, склады наши, которые холодные, которые находятся во дворе, очень использовались при ковиде. Там хранились ковидные препараты. Мы стали такой перевалочной базой во время ковида. Также показали им свои складские помещения, которые находятся у нас на территории предприятия, наши холодильники. Да, немножко это уже устарело, но оно все рабочее, поддерживается. Один из видов нашей деятельности – это услуги по принятию как грузополучатель, хранению, часто с соблюдением определенных каких-то требований по температуре, рассортировке, развозке в аптечные сети, и там уже выдача льготным категориям населения лекарственных препаратов по льготным программам. К сожалению, по региональной льготе у нас был самый маленький процент из всех субъектов Российской Федерации тариф за данную услугу. В этом году нам немножечко его подняли. Мы надеемся, что в следующем году нам тоже немножко поднимут, и данный вид деятельности не будет убыточным. Также принято решение о… рекомендовано заходить максимально в лечебные учреждения. И во исполнение протокольного поручения губернатора Ставропольского края нам положено максимально быть представленными в амбулаторно-поликлинических учреждениях края. Так, например, мы планируем зайти в Ессентукскую городскую поликлинику, в станице Ессентукской. У нас сейчас ведется работа уже по лицензированию. В селе Александровском, в селе Киевка Абоносенковского района мы хотим переехать в амбулаторию. У нас есть там помещение недалеко, но оно маленькое, неудобное, а в амбулатории и население туда ходит, и мы будем там представлены. Людям будет удобнее. В Пятигорске мы сейчас тоже на стадии лицензирования. Также мы… кстати, хочется сказать, что мы представлены, наша аптечная сеть, во всех районах Ставропольского края, кроме одного, в Кочубеевском. В селе нас еще нету. Но вот буквально на днях министр имущественных отношений, можно сказать, лично нам нашел помещение, которое будет нам выделено, и мы к концу года откроемся и в селе Кочубеевское. Также у нас стоит в процессе… завершать мы будем в этом году реорганизацию по присоединению к нам Кисловодской аптеки и Георгиевской аптеки. И надеемся, что нас к концу года станет 94. То есть получается, что все эти мероприятия заключаются по большому счету в том, что именно расширяется сеть, правильно? Или же переезжает в более людные места. Или есть еще какой-то вид мероприятий для экономической эффективности. И расширяемся, и переезжаем в более людные места, и максимально заходим в малые населенные пункты. Хочется сказать, что для того, чтобы открыться в населенном пункте, для того, чтобы получить лицензию на фармдеятельность, необходим специалист, фармспециалист. К сожалению, в таких населенных пунктах очень сложно найти специалиста. Но как только он появляется, мы тут же его принимаем на работу и стараемся открыть там аптечный пункт. Хорошо. В принципе, с этим разобрались. Какие же еще были вопросы рассмотрены на планах заседания? Было предложено максимально использовать какие-то кредитные продукты. Так вот, например, мы взяли овердрафт. Очень удобный кредитный продукт, когда мы берем оттуда понемножку какие-то финансы. Тут же, когда у нас появляется выручка, на счет приходит, и тут же мы покрываем. То есть это не увеличивает наши затраты на проценты. С кредитами это, конечно, хорошо, но нужно просчитать обязательно. Ты взял кредит, да, отдаешь свое. И отдаешь не только кредит, но отдаешь еще и проценты. А вот овердрафт, он такой, знаете, как кошелек. Мы взяли оттуда, через два дня погасили, заплатили минимум процентов. Было рекомендовано обратиться за какими-то льготными кредитными продуктами, максимально использовать наши складские помещения, максимально использовать наши машины, по возможности закупить дополнительно машины. Мы сейчас уладили вопрос кадрового обеспечения гаража. Поэтому максимально используем все, все ресурсы для работы. То есть и кадровый вопрос еще также ведется параллельно? Именно много люди в штат принимаются? Кадровый вопрос, он стоит очень остро, не только у нас. У нас сейчас в учреждении, после завершения реорганизации соцаптекой, 353 человека работает. Из них 238 – это фармработники. Сейчас по всей России аптечные сети, фармпроизводство испытывают напряжение с кадрами. Так, например, по исследованиям считается, что не хватает в стране 25% от требуемой цифры фармработников. И есть такая неблагоприятная перспектива, что к 2030 году их будет уже 30% не хватать. В том числе и у нас не хватает фармработников, но мы максимально стараемся, мы привлекаем какими-то льготными программами. Допустим, на селе у нас есть компенсация, предусмотрена компенсация коммунальных услуг на фармработника и несовершеннолетних членов ее семьи. Женщины на селе у нас имеют сокращенную продолжительность рабочего времени. В масштабах страны рассматривается вопрос так называемый «земский фельдшер». Вышла ассоциация государственных аптечных сетей в правительство Российской Федерации с таким предложением. Но существует же программа «Как земский доктор». Какая-то поддержка молодым специалистам, привлечение медицинских работников на село. Точно так же, наверное, следует пойти и с фармспециалистами, также какие-то выплаты делать от государства. Я думаю, что будет привлечение фармработников на село так же. Конечно, если такая тенденция и сохранится к увеличению числа небезработных, а именно отсутствия фармспециалистов, то, конечно, меры будут приниматься в скором времени, это однозначно. Нельзя сказать, что только государственные сети нуждаются в фармспециалистах. В принципе, сфера вся. Вся сфера. Коммерческие аптеки тоже нуждаются в фармспециалистах. И вот объявление, смотришь, подходишь к аптеке, требуется фармацевт, требуется провизор. Ну, такова ситуация. Мы сейчас стараемся работать с колледжами, с училищами, с институтами, как-то заключать договоры. Мы государственная сеть. Мы можем дать сотруднику хороший опыт. Мы с удовольствием берем на работу без опыта молодых специалистов. У нас есть кому научить. У нас, например, у заведующих аптек возраст был средний буквально недавно 50+. Сейчас он снизился уже 42+. У нас есть девочки, которые сразу после фармацевтического института пришли и работают к нам. И буквально там за полгода, за год стали заведующими аптечного пункта. Во-первых, рост хороший. Во-вторых, опыт работы с льготными программами. Они такой опыт не получат нигде. А это не только какие-то там бумаги, какие-то там препараты, знать их состав. Это работа с людьми. Кто приходит у нас за льготными препаратами? Люди, у которых со здоровьем не всё хорошо, которым хочется иногда просто поговорить. И вот общение, наладить контакт с населением, нигде такому не научат, как на производстве, как первостольник. Да, ну вот уже вы очень много плюсов назвали. Я думаю, будете услышаны обязательно. И, конечно, это кого-то привлечёт. Ещё такое уточнение именно по вопросу расширения сети государственных аптек. Когда уже начнётся эта работа? Работа, она ведётся не останавливаясь. Это у нас только 8 аптек мы хотим открыть в этом году. Мы работали последние 13 лет в качестве реорганизации. К нам присоединялись, потихоньку присоединялись аптеки. Сеть расширялась, расширялась. Максимально стараемся, как я уже сказала, заходить в малонаселённые пункты. Это тоже рост аптечной сети. Очень интересно узнать о том, что у нас в Край на сегодняшний день работают всего 4 аптеки, в которых сохранился рецептурно-производственный отдел. Вот для начала уточните, какие же функции у этого отдела? У нас сейчас 4 аптеки, в которых сохранены рецептурно-производственные отделы. Это город Ставрополь, Ессентуки, Светлоград и Благодар. Будённовск, прошу прощения. Для чего нужны эти производственные отделы? Очень часто мы, покупая готовую лекарственную форму, видим, что там написано для детей от года, для детей от 3 лет. А что же делать тем, у кого дети до года и до 3 лет? Пишется рецепт врачом, приносится родителям к нам в аптеку, и мы уже формируем нужную лекарственную форму для этого ребёнка. Также мы изготавливаем препараты для лечебных учреждений. К сожалению, нас с этого рынка вытеснили, но мы активно участвуем в конкурсных процедурах. Сейчас мы заключили контрактов на такую сумму, что мы выходим ежемесячно на миллион продукции. Поговорим о льготных программах. Расскажите, как же именно вы в них принимаете участие? Хочется, не вдаваясь в конкретные нозологии, просто сказать, что льготные программы у нас есть, которые финансируются за счёт федерального бюджета, и льготные программы, которые финансируются за счёт регионального бюджета. Как мы принимаем участие в них? Мы являемся грузополучателем. То есть мы препараты получаем на склад, храним в соответствии с требуемой температурой, потом по разнарядкам лечебного учреждения или Министерства здравоохранения Ставропольского края развозим их по аптекам и уже отпускаем по рецептам. Хочется отметить, что некоторые Минздравы субъектов вышли в правительство Российской Федерации с предложением иметь возможность самим на территории субъекта перераспределять лекарственные препараты федеральных льготных программ в региональные. Для чего это делается? Ну вот, например, у нас есть в аптеке препарат. Он по федеральной льготе. А человек пришёл, которому выписан этот препарат по региональной льготе. Мы не можем отпустить, потому что препараты подлежат учёту, самовольно их куда-то двигать нет возможности. Мы говорим, если есть у человека возможность, перепиши рецепт на федеральную льготу, опять же, если он является получателем федеральной льготы. Кому-то нужно прийти в аптеку, пойти обратно, растёт социальное недовольство, это всё понятно. И если вдруг остаются излишки по какой-то программе, и Министерство здравоохранения будет иметь возможность их распределить, я думаю, что выигрыши будут все. Пока что это, конечно, не принято, но рассматривается. Работаем на скрывном федеральном уровне. А, на федеральном уровне. Исходя из всего, что Вы сказали, есть ли какие-то сложности в работе? Или что именно вызывает сложности? Ну, я бы сказала, что у нас не сложности, у нас задачи. А нереализуемых задач не существует. Вопрос приложения усилий. Вопрос каких-то там трудовых усилий, финансовых. Финансово мы оздоровляемся. Трудовые усилия, они всегда существуют. Ну, у нас прекрасный коллектив. Я в прошлый раз приходила, рассказывала, какие у меня замечательные люди работают. Все преодолеем. Отлично. И в заключение подведем с Вами итог. И вот расскажите, какие же в итоге планы на текущий год? Помимо расширения оптовой торговли, розничной торговли, отдела рецептурно-производственного, хочется сказать, что когда на предприятия обращают внимание государственные структуры, предприятию легче развиваться. Вот, как я уже озвучила, да, Министерство имущественных отношений, Министерство здравоохранения. У нас по факту учредителем является Министерство имущественных отношений Ставропольского края, но мы очень тесно, ввиду своей специфики деятельности, сотрудничаем с Министерством здравоохранения. А ранее предприятие даже подчинялось Министерству здравоохранения. И вот когда в совокупности все работают, то и работа идет легче, и реализовывать поставленные задачи проще, и строить новые какие-то планы проще. Я считаю, что когда мы вместе, мы преодолеем все трудности. То есть, да, поддержка чувствуется сразу, конечно. И даже по тем мероприятиям, которые запланированы на этот год, это уже большой результат. Наталья Николаевна, благодарю вас, что вы нашли время прийти к нам сегодня, рассказать о вашей деятельности. Конечно, хочется пожелать только, чтобы все планы обязательно были выполнены еще с большим успехом. Благодарю вас. Спасибо, спасибо. Дорогие зрители, у нас в гостях была Наталья Литвиненко, директор Ставрополь-Фармации. Вы смотрели актуальное интервью. До встречи в эфире. И, как всегда, оставайтесь на своем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова